здравствуйте в эфире 134 выпуск аудио дайджеста старт шейр меня зовут феникс бекей и сегодня нашей виртуальной студии растянувшись на тысячу километров собрались два игрока редакции стратега димаш и зодберг здравствуйте дату те как дела как ваши дела я первый я нормально в чё играл в игры играл красавчик в народы хотел но играл в игре армян не нашел у меня есть один знакомый у тебя кстати тоже как минимум такой же знакомый есть далековато с нарды ехать играть есть такое онлайн нету народов никаких у меня на примете поэтому играл на свече только локальный насколько я помню ну может были эти там 150 геймс ну типа да или там 50 геймс не помню много геймс короче я просто видел такие же наборы знаешь продаются 50 игр в одной и там все досточки картонные и переворачивали и бельные мне кажется там даже фишки трансформируются потому что они из хлебных мякиша из тюрьмы напиши короче это подарки на новый год пусть люди из хлеба хорош подарок 10 из 10 просто короче ладно раз мы задели эту тему давай смотри я сейчас тебе скажу я короче играл какой из и про тюрьму против я просто ничего страшного я просто играл запустил наконец-то fight night раунд чемпионс ура да я как раз начинается по дракой в тюрьме типа там этот классический сюжет там сюжет также у нас великие и любят сюжеты же они же любят спортивная игра надо в ней драму какую-то то есть я не футбольчик пришел бегать а вот драмы и и короче прикольный прикольный такой боксик классный он очень быстрый он быстрее чем юси по ощущениям ну то есть если прям понять и как играть но в принципе там механика не меняется уже много ну по моим ощущениям может как там качество в целом меняется но сколько я не играл частей там не видел частей они плюс-минус все одинаково играются хорошо приятно вот это очень быстро ну и плюс там физика самая годная из всех которых была ну и в целом прикольное ощущение но и всех окажется более тактической что симулятором больше не сказал бы что симулятором прям больше вот знаешь вот как-то продумать план на бой интереснее в юси чем fight night раунде в юси потому что ты можешь подключить ноги там побороться а тут тебе только руки уклонение все то есть это такое юси на минималках получается арсенал поменьше да да но там быстрее все происходит и механика ударов ты стиком машешь то есть очень прикольно можно на кнопке но со стиками как-то интереснее получается можно комбинировать все в текстовый дайджест нужны скриншот они есть чтобы это есть здесь супер нужно визуализировать такие игры да ну она хорошая правда хорошая то есть кто кому нравятся какие-то спортивные такие симуляторы файтинги тот же юси fight night раунд тут угодно как по мне лучше бог еще вроде и бесплатно да ну это да это у нас история про геймпас конечно же тем более эта игра из 360 бокса ну короче тут все сошло да да кого есть бокса и все остальное прям пробуйте поэтому как бы я очень жду что выйдет новая часть я уже рассказывал но вот она не выходит с 360 бокса с 360 года до нашей а типа того а ты чё у нас делал чем занимался кого поиграла тетя тетя мы мы играли фортнайт целых четыре часа нас три да я офигел кстати когда увидел цифры стрима да было неплохо не ну новый сезон он все-таки в этот раз поинтереснее радует чем чем короче там на добавляли там кучу всего начиная с визуальной части это добавили новое освещение новый эффект разрушаемость теперь стенки ломаются более так типа детализировано что ли чуть больше этих частичек не заходил кстати в режим вори мне интересно добавили туда или опять через полгода добавят как паркур в смысле там пробиваются куски отдельно что ли нет она разрушается то есть раньше помнишь как бы она такая по сути раз да исчезла здесь чуть больше добавили эффектов типа она такая ну как будто бы типа рассыпать чуть больше деталек в момент когда ломается камень дерево там стена чуть-чуть посочнее но нельзя сделать и дырочку да там такую какую-то кусок отломить нет это вам сударь знаете в какую игру нужно пойти в тактическую проварить там дырочку в общем вот с визуальной части это вот эти два пункта а с игровой короче там добавили у нас что у нас добавили кучу нового оружия вы включая там как бы частично старая потом у нас новый визуал у battle pass of строчку как бы не завстраку или как ну короче бы раньше было в столбик вертикально теперь горизонтально это охранять как неудобно я тогда конца и не понял я тогда у серёги спрашивал на стриме он вроде говорит вроде как три сотки вибаксов все еще можно забрать бесплатно просто раньше когда она была вертикальная ты видел там серый блок и это вот то что можно было забрать бесплатно сейчас она типа в общую строку и как бы когда ты купил battle pass она все стоит ну типа звездочек плюс они поменяли модель прокачки battle pass и видимо прошлый сезон все-таки был тухляк ну мы все знаем да они решили пойти с другой стороны заставить тебя качаться больше потому что в этот раз они сделали промежутки между типа открытием страниц они как бы так еще на половинку к страницу разделили на пополам и там по моему зазор что-то три уровня че-то шесть уровней и нельзя наперед купить шмоток они не открываются то есть вот они открываются сугубо по достижению уровня раньше как можно было типа докачаться там скажем так до 60 уровней купить уже почти все вибаксы там с последней страницы ты мог просто за счет покупки шмоток открыть себе новую страницу и вот рассказали нет ребята вы сильно просты давайте вы будете играть в нашу игру они смотреть на нее и заставляют качаться но при этом скажем так на вид я до конца так и не понял но по моему они упразднили в этот раз награды свыше сотого уровня в каком смысле раньше ты докачался до сотого и только после этого тебе открывались дальше награды ну свыше сотого до двухсотого они все были в основном типа разноцветные скины а сейчас как я понял они сделали ну тоже понятно докачаешься там до сотки все дела но там награды вроде как интереснее то есть там не просто разноцветные скины а типа еще какие-то там эмоуты шмоточки прочее то есть знаешь типа как бы аля повысили мотивацию качаться еще и дальше опять же какая-то новая фишка среди сезона будут еще добавлять ну вроде как она и была дачи из какое-то время добавляли нового ну типа гостевого персонажа в этот раз это геральт но в этот раз есть и гостевой персонаж и какие-то награды среди сезона то есть какой-то тоже такой ну новый блок раньше он во всяком случае так не выделялся так не акцентировался даже если был раньше в принципе было за сотню уровней гостевой гость и этот отряды гостевой гость и что там еще было в общем я же говорю может быть оно и было но как бы не так называлась и так не акцентировали на это внимание опять же гостевые гости нынче нынче тоже интересная такая фигня за сотый уровень они дают своего собственного ну типа какого-то вот внутри серийного персонажа да не приглашенного но при этом приглашенный у нас в этот раз думгай он всего лишь середине батл пасса обычно это делали финальные награды сейчас он вот посерединке ну геральт понятно его дадут потом позже видимо какие-то задания прикрутят что меня удивило у него моделька почему-то сильно не отличается от игры ну вот от того как он в игре выглядит обычно фортнайте она как бы вот видно что ты знаешь из фортнайт на моделька здесь он такой типа как будто бы тут и был всегда прям удивительно в плане механики у меня есть предъява есть как бы знаешь хорошая часть чего добавили это позже а пока предъява вообще она связана с тем что добавили короче они добавили перки за то что ты дольше выживаешь у тебя с каждым грубо говоря кругом бури накапливается можно будет выбрать какой-то перк они рандомно тебя типа там два на выбор каждый раз рандом после волны или надо что-то нажимать я вот у меня был вопрос смотри ну мы просто играем выживаем там грубо говоря как я краем глаза заметил пока мы играли ближе к концу завершения круга смыкания бури то есть грубо говоря к началу следующего кольца к тебе уже накапливается и дает тебе выбрать этот перк он появляется в правом углу там такая кнопочка типа зажигается мол нажми кнопочку вправо идти откроется дополнительный интерфейс там ты можешь выбрать один из двух либо рольнуть я просто переживал что она прям вот так знаешь на ровном месте на экране такое не 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 ты можешь их вплоть до того что ты можешь их накапливать эти стама не стакаются 1 2 3 то есть ты можешь пол игры как бы ну быть в замесе жестком как у нас было и потом такой были наконец-то тихо и сразу два можешь перка себе взять по очереди ну и они прям гейм чейнджеры такие да или там что-то такое на самом деле да вот это как раз таки обратная сторона как я понял как я почувствовал геймплей допустим там появился перк ты берешь его и в любой машине в которой ты садишься в ней типа не тратится топлива на становится более крепкой и прочее прочее при этом на карте машин стало ну раз в 10 меньше то есть их вот найти машину на ходу это теперь целая задача также появился вот довольно таки имбовый перк это ты когда сидишь в кустах ты там регенишься и здоровье и броню еще до полтинничка соответственно кустов на карте теперь тоже хрен найдешь их стало очень мало то есть не как раньше ты бежишь у тебя куст ну ты помнишь бежишь кустов было достаточно реально куда ни глянь они есть сейчас вот и смотришь но один куст дай бог ты увидишь я сомневаюсь что их люди ломают ну сейчас наплыв людей они точно сейчас не ломают сейчас большое количество людей которые вернулись они такие лоло весело классно поэтому не ломают они кусты я уверен их просто стало меньше соответственно вот возможно знаешь ну опять же перка на ресурсы нету то что тут рассказывал что в строительстве сложнее набить на ресурсы вроде бы как нету но я подозреваю не знаешь для чего это сделали чтобы народ как раз таки двигался после техники мало мотоциклы всраты если честно зверей тоже стало поменьше и они видимо так тебя вынуждают ну опять вынуждают тебя бороться больше чем строится при этом же они добавили там перк можно выбрать тебе лук дадут один на выбор то есть там ударный то есть у тебя с перков можешь взять луки вот луки классно хотел я луки мечтал да да они они вроде как еще и сундуков периодически выпадают но ты можешь взять раньше опять же есть перк там пушки как я понял то ли из первого сезона то ли чё там 2 короче двухстволка и автомат типа с прицелом то есть это что-то очень старое и вот они из сундуков стопудово не выпадают как минимум дробовик ну двухстволочка потом чё ещё там чё там еще забавный перк когда ты спринтуешь и подпрыгиваешь тебя типа low gravity то есть прыгаешь выше то есть на самом деле теперь очень ты не знаешь чего ожидать от своего соперника потому что вот вот есть такие перки которые ну неожиданные уже вот банально до куст ты чувака вроде бы дамажишь а он там дальше сидит и не умирается такой а если куст сломать куст сломать конечно он регенится не будет там главное условие ты должен сидеть в кусте кустах это главное в кусте опять же перк типа ну а вот вот перк который тебе дает шанс чтобы у тебя выпала вот эта ядреная бомба из любого сундука то есть все указывает на то чтобы ты больше двигался больше замуток больше движа больше перестрелок то есть бегайте бегайте ребята вот должно быть весело карта опять же стала такая многоуровневая много зиплайнов появилась лед добавили прикольно на нем скользишь прям жуть то есть комбинируя спринт и скольжение по льду ты там очень сильно ускоряешься пример как с горы когда раскатываешься то есть тоже такая тактика опять же снежный ком я так и не нашел вроде как камни помнишь были можно было забивать и они катились теперь можно теперь это вроде как снежный ком ты его сбиваешь за него запрыгиваешь вроде можно подруливать ну и людей давить целенаправленно чё еще чё еще странный немного перк такой ситуационный автомате первая пуля будет типа дамажить больше если честно я не понял она как бы знаешь периодически какой-то урон мне вылетал страшный то есть людям там 198 писалось я так и не понял это реальному 198 дамаги залетела с автомата либо это что-то суммировал уже он как бы получает 198 не помирал а мы знаем это почти все здоровье даже в безстройки короче вот с этими перками со всей фигнёй очень такой необычный получается геймплей ты не знаешь чего ждать от врага сам типа начинаешь знаешь такие маленькие закосы под сборку билдов он слава у нас вообще ему в рандоме каждый раз у него шарики были в каждой катке попадался перк шариками может еще роли у неистова гад но они всегда были шарики они вот тоже из сундуков не падают только за перк шарики ты помнишь это тактически довольно таки хорошая штука грамотно если уметь да ну там почти про все так можно сказать такая история что если умеешь там ну собственно глобально вот так ну офигенно еще анимация теперь когда ты вылетаешь на автобусе он такой типу варпается это это прям бомбовская анимация не надоедает тебе надо ее увидеть обязательно я знаешь что потыкал я вот хотел порассказать я потыкал в ласта ваза первого part 1 который и мне было хорошо внезапно то есть я думал я помру со скуки как только запущу но я забыл игру вообще забыл потому что я проходил и на playstation 3 да я забыл сюжет я забыл все нюансы я просто забыл и при этом я же ну мне вторая часть то ну как бы очень сильно понравилось то я там выбил платино все такое а тут еще и трофейки упростили онлайн вырезали онлайн бешеная гадость да да и получается вообще все изи бризи лаймон сквизи то есть иди собирай я еще же по наитию из второй части включил эту хрень которая тебе специальные возможности при сканировании показывает где забирать предметы поисковые и собирать а вот наше время на поиски и мы сами их искали и слушали плохие я просто знаешь сейчас я боюсь ошибиться но я сейчас даже наверно где-нибудь подгляжу потому что ну и я собрал там сколько процентов трофеев боюсь даже предположить там что-то какие-то ничтожные может один-два ну во первых это да в принципе за трофеями особо не гонялся вот и как бы я не понимал где там кто что находит когда играл тогда в неё вот поэтому я вообще не заморачивался плюс диск был не мой я тогда еще диск друг дал вот я мультиплеер вообще в глаза не видел так смотрю а я собрал три процента трофеев при том что игру я прошел за сложность видимо получил им парочку возможно ситуационных но это интересно кстати давайте заглянем потому что человек который вот что может получить человек который трофеями не интересуясь просто проходит ласта вас сейчас я вам скажу что я в так первый завершите игру на среднем уровне сложности ну понятно как вот не даже не избежишь сделайте все предметы но тут тоже как без вариантов а ну и завершить игру на низком уровне сложности получается все я получается даже и медальоны там ничего не нашел такого да они муторны ты чё просто так да все равно не на этом все находишь надо было да да там все собирать ну и соответственно разница по сложности какая разительная почти в два раза отличаются сложности и продолжительность собственно тоже 10 плюс против 50 плюс над собирашки это безумие но тидок по собирашкам начавшиеся в анчарты где каком там четвертом третьем втором четвертый анчик я поэтому забил не стал плате ну вот да по моему в четвертом они прямо обезумели там собирашек просто больше чем самой игры в три раза хорошо и тут мы подходим к еще одну моменту анчарте 2 3 я тоже проходил улюблю трофеев платим нет у меня вообще не в одной чарте значит третье 17 процентов я собрал там чего-то где-то как-то а анчарте 2 вообще чистится у меня как первая игра на playstation 3 странно что не числится это скажите мне я вам скажу первый и медзаки демон солс а демон солс я просто видимо прошел попозже маленько но она вообще была первая игра который играл на playstation 3 но понравилось больше просто да это факт вот но анчарте 2 это вот 24 процента трофеев все раунд там больше падал за стрельбу и всякого в отличие от с того забирал до 1 я попробовал поиграть когда коллекцию раздавали все попробовал невкусно и не могу учета не хочу вот а в четвертом я собирался убивать но в итоге такой что-то блин нудно муторно сюжет так классно зашел я поиграл такой и думаю нет не буду портить все впечатление вот правильно то собирашки это там зла с ласта вазом так не получилось со вторым потому что 2 ласта вас изначально проходился вот чтобы там по скриншотить под гиды все там побыстрее впечатление кита написать когда ли там подобно и так не вышло а вот первый теперь я играю вроде и спокойно вроде сейчас и все собираются то эхо локации и блин мне короче приятно проходить обновленную красивый геймплей правда нихрена не поменялся боевка во втором была сильно приятней тут она ну такая до топор не ощущается что возможности сильно меньше вот то есть ты во втором прям мне хотелось прям вот знаешь big быть этим мега супер киллером который там залитая там шмальнул что-то кинул подбежал там втер а тут такой не стреляйте дяденьки из папка я могу вас ударили на небе да то есть вот так это ощущается и это конечно немножко ну так не круто больше там встал все вторая часть приятнее первое нормально теперь сейчас может главный плюс что ты и забыл да это наверное повлияло как раз на то что я сними и хочу прям ее проходить перепроходить вспоминать а еще фишка в том что они не проходил дополнение в пихать тоже как бы еще один такой приятный момент не сказал бы что ты что-то потерял но там есть парочку приятных момент я вот не знаю кстати трофеи там как-то подвязаны наверняка подвязаны но были отдельные отдельные да а я именно в part one не смотрел возможно они коллекция но я думаю включили в общий список ну учитывая что он сразу есть было бы странно если она написано пройти дополнение оставшиеся позади ну то есть это как минимум пройти как минимум пройти да ну тоже приятности вот и напоследок скажу что я поиграл еще в стрей тоже который мне внезапно приятно удивил я катал безумно люблю ты прекрасно это знаешь да но я думал что игра будет скучно внезапно она не то чтобы веселая но почему-то мне в ней приятно проводить время бегать котейкой орать творить дичь как то вот знаешь такой процесс такой приятный расслабляющий вот так быть котом весело да пойду носу в углу а потом спать дать к дать ковер дать ковер кстати у некоторых вызывал проблемы помимо вот убегания от этих блоба со второго раза и пробежал кстати вот тоже момент ну повезло красота мне где-то попыток наверное 6 заняло мне там в определенном моменте короче они такие я прыгаю точнее как это блоб такой типа сигает влево но прилипает ко мне справа и такой прикольно давай заново но вообще тоже мне немного попыток ушло то есть много навезения но опять же я типа не знаю может кому-то поможет таки на что миллиард советов у нас в этой подсказке но бегайте зигзагами это и правда слегка помогаю я из того что могу сказать что я после первого забега понял что ну где они появляются с какой стороны просто старайся обязательно противоположную вот если они прямо на пути у тебя пытаются появиться ну небольшой крюк ну то есть такие какие-то знаешь стандартные очевидные вещи даже произносить как-то стрёмно да да поэтому ну потому что блин ну как а как как еще бы он он на тебя бежит ну беги в другую сторону я же говорю они еще вот бегая зигзагами они потому что начинают чуть заранее на тебя прыгать есть моменты вот как бы скрипта да если он тебя видит в этой точке ты бежишь другой он просто прыгает в эту точку опять же я кучу раз попадался на этом зигзаге когда он туда прыгал но при этом не траектория была по сути сверху попы кота и он присасывался поэтому тоже не панацея знаю я вообще первый забег знаешь бегу такое один прилепился его скинул думаю ну чё в чем проблема вообще где в чё за ачивка так да да бегу короче бегу добегаю почти до окна и потом начинаю соображать стоп там же было не чтоб ты не добежал просто в целом а чтобы тебя не запрыгнули такой так стопешечка рестарт повторяем да бегу-бегу такой так ну тут что-то уклоняюсь как бы нормально всяких проблем добегаю запрыгив в окно на выпадает я такой не понял где проблема почему кто у кого это наверное также знаешь люди которые там с 3 4 раза на эти в титан фоли 2 пробежали обучалку по стенам там поставили рекорд не знаю сколько таких было но если они были они наверно тоже таки типа один тут сидит рядом с тобой кто я очень быстро справился с этой ачивкой ну вот видишь и такое вы не задаю вопрос отец ложного то ну вы запомни маршрут все да я видишь по пару заходов и я победил типа я посмотрел короче чуваки пробегают после того как вы после того как сам попробовал такой пойду думаю посмотрю как люди бегают посмотрел такой блин но это надо потренироваться и все удалил игру как это у нас бывает часто потребовалось место я так и не попробовал самое смешное я посмотрел как чувак пробегает попробовал и такой чувак ты очень сложно это делаешь я сделаю это по-своему то есть даже если смотришь видос иногда проще самому посидеть покумекать попробовать и будет проще не всегда люди которые делали так это будет удобно тебе тоже кстати на заметку всем кто любит выбирать трофей не всегда удобно делать так как тебе показали иногда стоит потратить пять минут и сделать по-своему будет куда проще да главное понять принцип ну что ж на этой приятной ноте мы скажем что мы поняли принцип как заканчивать выпуски быстро и резко да так что всем пока жаль не коротенько ладушки я всем как всегда напомню не забывайте заходить к нам на сайтик там как всегда всякое интересное возможно ближе к новому году будет еще интересней поэтому смотрите следите контакт телеграм там тоже всякое происходит твич youtube на твиче последнее время есть стримы записи смотрите да у нас там четыре часа фортнайта и два часа геншина уже неплохо да и сейчас такие где новинки где новинки а знаете где новинки в яндекс дзен в турции новинки кстати да всем в дзен и в турцию и всем пока пока